Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева. В этом выпуске мы с вами обсудим, скажем так, особенности воинского учета в Украине и проблемы, которые в связи с этим возникают при трудоустройстве мужчин. С Нового года без постановки на воинский учет официально трудоустроиться нельзя. При этом мужчин, которые не состоят на воинском учете по месту жительства, еще очень много. Остановиться на учет не спешат, поскольку как только придешь в территориальный центр комплектования, можно получить повесточку и через какой-то небольшой промежуточек времени отправиться на фронт, при этом на работу официально так и не устроившись. Проблемы также возникают и у работодателей. Глава объединения предпринимателей SafeFob Сергей Доротич, он же еще и владелец оконного бизнеса, рассказывает. Согласно новому постановлению Кабмина, компании должны вести первичный учет военнообязанных и сообщать о них военкоматы. Через предприятие также активно вручают повестки, а руководитель ответственен за доставку, так сказать, призывника на медкомиссию. Поэтому многие мелкие и даже средние компании со штатом до 150 человек стараются военнообязанных вообще не брать. По крайней мере официально на этом фоне растет доля нелегальной занятости. В ней сейчас заинтересованы и работники, и работодатели договариваются, как реагировать на возможные проверки гоструда. Мол, ты тут не работаешь, пришел просто спросить о вакансиях, пока срабатывает. То есть получается, что рынок труда все больше уходит в тени. Следовательно, люди не получают ни больничных, ни отпускных, и самое главное, им не начисляется трудовой стаж, если они официально не оформлены. Более того, как говорит тот же Сергей Торотич, если есть выбор между военнообязанным и невоеннообязанным человеком, например, человеком пенсионного возраста, или женщиной, или мужчиной с белым билетом, то предпочтут невоеннообязанного. То есть получается дискриминация, продиктованная обстоятельствами, ее я ни в коем случае не оправдываю, просто говорю как есть. На рынок труда, изменения, связанные с воинским учетом и мобилизацией в Украине, конечно же, влияют. Давайте разберемся как. Юрист Ростислав Кровец поясняет, что и до войны при официальном трудоустройстве необходимо было предъявлять военный билет. Однако раньше все подавалось единым пакетом документов, и это была просто формальность, в том числе можно было донести военный билет когда-нибудь потом. А сейчас Кровец говорит, что это стало обязательным, и многие боятся, что стоит им показаться в военкомате, как им тут же вручат повестку. Но это только одна из страшилок, другая связанная с самим оформлением на работу. Есть мнение, что как только ты засветился на предприятии, тебя проще достать военкомом. По факту так и есть. Весь руководитель предприятия и организации являются одним из официальных каналов рассылки повесток. Передавая повестку через работодателя, легко доказать факт надлежащего вручения. Это значит, что военнообязанный не сможет уклоняться на основании того, что, мол, никакую повестку не получал. Более того, несколько штрафов за неявку при доказанном надлежащем вручении повестки могут стать основанием для возбуждения уже тяжелой уголовной статьи, предусматривающей до трех лет лишения свободы. С недавних пор ужесточились и требования к работодателям, которые берут на работу военнообязанных. Сергей Доротич рассказывает, во-первых, нужно быть постоянно на связи с военкоматом, передавать списки военнообязанных, сверять данные по ним. Многих предпринимателей, особенно мелких, это уже само по себе напрягает, так как под повестки попадают и они сами. Во-вторых, на работодателей переложили контроль заявкой на медкомиссию тех, кому через них вручают повестки, если не углядела административная ответственность в дополнительные проверки. Речь в данном случае идет о постановлении Кабмина, которое было принято, так сказать, под елочку, то есть в последние числа декабря прошлого года, номер 1487, если кому-то интересно почитать полный текст постановления. Там написано в этом постановлении, что руководители предприятий должны еще поручить, скорее всего, кадровому отделу ввести отдельный учет военнообязанных. Они там должны какие-то документы заполнять, постоянно обновлять данные, а если этого делать не будут, то административная ответственность, штрафы и так далее. Плюс в статье 34 постановлении Кабмина, номер 1487, прием на работу осуществляется только после взятия на военный учет в районных городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки органах СБУ, подразделениях службы внешней разведки. Информацию об изменении учетных данных, поменялся состав семьи или если человек уволился с работы, он должен в территориальный центр комплектования сообщить не позднее 7 дней. В постановлении также написано, что работодатели должны оповещать своих сотрудников о том, что начался призыв под роспись, а также, прям так и написано, обеспечить их прибытие в военкоматы. Что, под конвоем их туда везти? Это, конечно, момент непонятный. Поэтому вполне себе логично и весьма ожидаемо, что теневые схемы, так сказать, трудоустройства, если бы точнее не трудоустройства, выгодны как и военнообязанным гражданам, так и самим работодателям. Ибо меньше мороки, меньше нагрузки на отдел кадров, ну и, собственно говоря, меньше рисков. Сергей Дорочич говорит, большие компании, понятно, особого выбора не имеют, но там руководитель напрямую не бегает в военкомат, есть специальный человек, который ведет учет военнообязанных. Кроме того, для крупных работодателей есть не только кнут, но и пряник, возможность забронировать часть сотрудников. А вот мелкий бизнес, связываясь со своенкоматами, учетом работников не сильно хочет, тем более, что сам ФОП вместе со своим работником может получить повестку. Ну а тут, конечно, тоже есть очень рискованный момент, непонятно, как долго можно будет при такой схеме скрываться от гоструда. Поскольку власти взяли курс на закручивание гаек с нелегальной занятостью и штрафы, там довольно большие, могут достигать нескольких сотен тысяч гривен. Впрочем, с такой же проблемой сталкивается и крупный бизнес. Руководитель одного из крупных предприятий в комментарии нашему изданию с нового года столкнулись с проблемой, что не можем набрать водителей на официальную занятость. Люди боятся военкомата, хотя только нелегально, но нам это трудно, все же таки у нас грузовые перевозки. Глава концерна Ярослав Александр Барсук говорит, жалуются, что не могут найти работу из-за военкомата уклонисты, боятся, что заберут на войну. Вот такая, собственно говоря, история, дорогие мои друзья, и такая информация к вашему размышлению. А конец войны-то не виден, не приближается пока. Ну что ж, посмотрим, как события будут развиваться дальше. Совсем скоро снова увидимся, а будем подводить итоги уходящего дня. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наши каналы. Страна Юэй, ясно, понятно, в Ютубе и телеграм-канал Политика Страны. Пока-пока. Продолжение следует...